Если ты уберешь начинку из небес, звезды, неба, то есть солнце, луна, что останется от неба? Если ты уберешь начинку из океана, из морей, из рек, если уберешь там рыб, всех млекопитающих, которые живут там, всех осьминок, всех омаров, все то, что там живете, что там останется в океанах, в океанах, в океанах. Если вы take out everything that is inside the oceans, inside the seas, all of the fish and everything else, what will remain there? We have the picture of heaven and the oceans. Что останется? Что останется? Что останется? Если уберешь эту начинку. Бог все создает начинку. God created everything with feeling. Когда Бог создал Адама и Еву, Когда Бог создал Адама и Еву, Когда Бог создал Адама и Еву, Он создал их с начинкой. Он создал их с начинкой. И Он вложил духа своего. И Он дунул на них. И Он дунул на них. Руах! И Адама открыли свои глаза. И Адам открыли свои глаза. Он стал душой живой. Адам became a living soul. Когда Бог собирает эту начинку от человека человек умирает. Person dies. Нет начинки. Человек умирает. Все закончилось. На земле. Пожалуйста, откройте со мною Слово Божие. Пожалуйста, открываем Слово Божие. Деяния апостолов. Деяния апостолов. Первая глава. Восьмой стих. Восьмой стих. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете меня свидетелями в Иерусалиме и во все Иудеи, и Самаре, и даже до края земли. Это слова Господа Иисуса Перед тем, как он вознесся в небеса. Он был сорок дней на земле, и потом вознесся в небеса. И когда он вознесся, он говорит, вы примите Дух Святой. И когда он вознесся, он говорит, вы примите Дух Святой. Он говорит, вы примите силу. Вы примите силу. И ученики ждали еще десять дней. И people were waiting 10 more days обещанного Духа Святого. On this promised Holy Spirit. Дух Святой приходит. Holy Spirit comes. Там, где Его ожидает. There, where He is expected to come. Дух Святой приходит. Там, где Его празднует. There, when He is celebrated. Дух Святой приходит. Holy Spirit comes. Там, где Ему рады. There, where people are glad. Но если ты отвергаешь Его, But if you reject Him, ты закрываешь Ему дверь. If you close door for Him. Нет, это было для апостолов. No, that was only for apostles. I don't need it. Look at the Holy Spirit. Holy Spirit comes. Туда, куда Его ждут. There a place where people expect for Him. Do you expect for Him? Do you want Him? Do you desire for Him? Wow, только один Богдан. Только брат Сергея ждет. Only brother Сергея, only Богдан. Alleluia. Там, где Его жаждет. Okay. Those who desire for Him. Вот почему. And that's why. Идолопоклонство против на Богу. That's why idolatry is abomination for God. И hate idolatry. Почему? Why? Потому что человек начинает поклоняться because man starts to worship какому-то животному to an animal какому-то обезьяну to monkey to a frog начинает рисовать Бога. And such you paint God. So they draw God. And then they worship Him этому видимому Богу с маленькой Бен. This visible God with a small g. And you understand? Just imagine. I know my friend, right? Your name? Вармал. Я знаю Вармал. I know Вармал. Я чту его. Я дарожу его. Я прилачаю его в гости. And I invite him to my home. And I once I say him. Здесь рисунок лягушки. Here is this image of frog. Или обезьянки. Or monkey. Я говорю Вармал. Then I say Вармал. Это ты. It's you. Вармал. И скажет, слушай, ты что? He'll say, oh, why? Ты меня обижаешь. До свидания, пока. You offend me. Okay, goodbye. Это то, что происходит. И that's what happens. What happens when we worship idols? God, who is creator of everything. We try to draw him and to give him a voice of what we understand. We try to, you know, to put him at the image. Alleluia. Alleluia. Дух Святой. Holy Spirit. Иисус обещал Духа Божьего. Что пошло Духа Святого? И прошло деся дней после вознесения. И что-то произошло здесь. И что-то произошло здесь. Вторая глава из первого стиха. Chapter 2, from verse 1. При наступлении неопитисиадных сын, все они были единодушны вместе. Давайте скажем это слово. Единодушно. Let's say they were together. Единодушно. In one spirit. Вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра. И наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные. И почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого. И начали говорить на них языках, как Дух давал им провешивать. В Иерусалиме же находились и людей, и люди набожные со всякого народа под небесами. Когда снялся этот шум, собрался народ и пришел во смятение, ибо каждый слышал их говорящих его на речи. И все изумлялись и дивились, говоря между собою, это говорящие не все ли галилеяне, как же не слышал каждый собственную на речи. в котором радились парфиане и медиане.